Недолго суждено нам было веселиться. Добрый день. Здравствуйте. И всем большой привет, меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. Вы смотрите продолжение моего прохождения Challenge Apocalypse, 34 серия. Здравствуйте, здравствуйте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, призрачная посыпка. Конечно, непонятно, что сделал призрак, но ощущения очень приятные. Может, призраки не такие уж плохие. Вот что это такое и на что это влияет, мне очень интересно. Но, по крайней мере, да. Вот сейчас у нас происходит вот такая вот ерунда. Я так понимаю, что сейчас мы будем ходить все фиолетовые, просто посмотрите, вот здесь у нас демонический кроль на заднем плане. Вообще могилка маршала, призрак, просто картина маслом, я считаю. И один несчастный рой у нас стоит и просто думает, господи, помилуй, помогите нам пережить все это, пожалуйста, бога ради. Ой, да. Ну, в общем, что я могу сказать. Дети у меня молодцы, дети у меня поделали все свои домашки, да, если я не ошибаюсь. Да, они уже... А, тут понятно, тут у нас, кстати, мафия просто какими-то бешеными темпами развивается и размножается. Дети у меня поделали все домашки, даже в том числе дополнительные. Вот, если я не ошибаюсь, они все отличники у меня. Нет, вот мальчики почему-то еще хорошисты. Вот не могу понять, почему. Мне казалось, что они уже стали как бы отличниками. А, вижу, вижу, вижу. У Рэндала проблемы, ему нужно навык достичь еще четвертого уровня, все понятно. Так, а ты что домашку-то не сделал? Слышишь? Слышишь? Давай вперед делать домашнее задание. Тут почему-то некоторые дети побросали домашки или в багаж вообще по несколько штук положили. Вот, в общем-то у нас пятница, 4 утра, и вот такое веселье у нас начало происходить дома. Интересно, это только... Да, пока что только на первом этаже. Кстати, надо будет наступить, конечно же, на вот эту вот гадость. Да, на первом этаже мы, как всегда, потратили наш единственный шанс пропылесосить в день на первый этаж. Вот, Алиса тут стоит, качается, но очень-очень медленно, ну просто супер медленно. Вот у нее 17% пятого уровня, ну то есть вообще совсем никак это все продвигается на самом-то деле, да. Что ты хочешь сказать, что ты похудела у меня, да? Ну, в принципе, в принципе, молодец, да. Я думаю, по ней видно, что она схуднула, действительно. Давай еще боксируй. Вот, ничего не знаю. Боксируй, боксируй, дорогая. Ты должна у меня достичь хорошего уровня в фитнесе. И, кстати, да, я хотела сказать, что в это воскресенье... Кстати, Джулия, что ты делаешь? Ты не смогла наступить, что ли? Давай наступи, пожалуйста, на крыля. О, мамочки, мамочки, так, все, дети, дети, перестаньте. Я хотела сказать, что... Ой, у меня на это воскресенье есть определенные планы по поводу покупок. В общем-то, что мы должны купить в наш дом. И я думаю, что это будут дополнительные груши боксерские. Вот, потому что... Так, Алиса, я не поняла. Что это такое? Пытаться выйти на связь? Нет. Здрасте, пожалуйста. Какая связь? Давай, пожалуйста, упражнение на выносливость? Ничего не знаю. Пока ты еще стоишь на ногах, давай, пожалуйста, дорогая моя. Не капризничай. В общем-то, я думаю, что мы с вами должны будем прикупить дополнительные груши. Я их всех, конечно же, размещу на первом этаже. Я не знаю, сколько здесь поместится. Было бы шикарно, если бы у нас здесь было их штуки четыре. Вот, знаете, чтобы не было никакой очереди. Чтобы, если как бы дети свободны, да, особенно вот они будут... Вот сейчас у меня девчонки станут подростками. Как раз высветилось уведомление о том, что они хотят отпраздновать день рождения. Вот, видите, у них светится возраст. То есть в субботу в три часа ночи у нас вырастут Ракель и Беатрис. Я обязательно вам этот момент покажу. Я надеюсь, что это будет не так, как с Алисой, что у меня пропадет серия. И я надеюсь, что я смогу наконец-таки вам это показать все. И у меня уже, получается, три подростка, три девчонки будут тусить дома. Поэтому было бы, я думаю, хорошо, если бы они одновременно тут даром время не теряли, а стояли и прокачивались. А, ладно, я поняла, ты уже устала. Хорошо, я отправлю тебя спать. Ладно, так уж и быть. Так уж и быть, как говорится. Давай, все, иди спать. Ничего не знаю. Дети, как тут мои дети? Дети хотят плакать. Так, ты домашку сделал? Мне интересно. Ты домашку-то сделаешь в конце-то концов или нет? Слушай, Рэндалл, давай, пожалуйста, не ленись. Ты мне тут как бы в наследнике вроде как метишься, а в то же время никак не хочешь сделать домашку. Слушайте, ну вот это, конечно, свечение, это выглядит очень прикольно. Боже, боже, тут душераздирающие плачи, я просто не могу это слушать. Кстати, интересное замечание. Я почему-то думала, что Август у нас как бы уже тоже умер, потому что, ну, они же с Маршалом у нас все-таки ровесники получаются. Но потом я вспомнила, что у Августа у нас есть замечательная для апокалипсиса черта характера активный. Да, и я на самом деле даже обрадовалась, потому что, ну, здорово, что он еще поживет. Вот, правда, замечательная черта характера. Еще одна причина, по которой я думала, что Джулия может выйти замуж именно за этого персонажа, если не учитывать то, что он мне просто сам по себе очень сильно нравится. Да, в общем-то, персонаж хороший и радует, что он еще у нас тут ходит, приносит нам счета, почту всякую, да. Ну, кроме счетов он, собственно, нам больше ничего и не приносит. Вот, Какао у нас тут себя чувствует хорошо, ее помыли, у нее все замечательно. Стоит, наслаждается жизнью, кушает островной песочек. Так, я так понимаю, дух у нас перебрался ниже, да, или что, или как, подождите. А, он в принципе, да, в принципе он у нас пропал, все, я вас поняла. Ну, в общем-то, интересно. Интересно будет за этим понаблюдать, пока что у нас все хорошо, вот тут дух летал зелененький, но ночью, я так понимаю, начнется самое бурное веселье. И мы с вами еще успеем вкусить все прелести, типа участка, дом с призраками. Добрый вечер! Вот такое уведомление у нас только что выскочило. Ангелина чуть не построила кирпичный домик от жуткой музыки, которая сопровождала это чудеснейшее уведомление. Добро пожаловать, нам говорят. Да, ребята, я извиняюсь, если вы уже по сто тысяч раз видели все эти карточки и уведомления, просто я впервые играю с этим каталогом, и, ну, мне поэтому всегда все интересно, да, для меня это все впервые, поэтому, с вашего позволения, я это буду все зачитывать еще раз. Итак, по жестокой иронии судьбы вы оказались в доме с призраками. Ну, да, действительно, по жестокой иронии судьбы. Видимо, вашими действиями управляют некие злорадные высшие силы. О, Господи. Что ж, придется вам постараться. Наверняка вы здесь оказались повесткой перчения. Конечно. Давайте все скажем спасибо маршалу Макинтошу, благодаря которому мы все здесь оказались. Я не боюсь, что я здесь делаю. Не, ну мы-то знаем, что мы здесь делаем. Мы пытаемся побороть апокалипсис. Давайте, мы же все-таки апокалиптики, в конце концов. А я не боюсь. Я не боюсь. Вы вроде как чувствуете прилив смелости. Любой разумный персонаж на вашем месте давно бы испугался, но решать, конечно же, вам. Ага. Понятно. Ну, я даже не удивлена, если честно, что Джулия у нас держится молодцом. Это такая железная леди, что попробую ее напугаю еще. Так, почистить хлев и пополнить кормушку. Вот вообще, что изначально я хотела, а потом меня вот так вот очень дружелюбно поприветствовали, да. Ну, пока что у нас вроде как все тихо, мирно. Дети отсыпаются, да. Девчонки дремлят, потому что уже тут к ним монстры пришли. Это надо от их лица смотреть, да. Вот, вот они, пожалуйста. Да, и, кстати, мне писала Гуля, что не слышно практически мою игру, поэтому я чуть-чуть, чуть-чуть звука прибавила. Вот, надеюсь, что вам мешать не будет, что все будет комфортно для просмотра. Очень сильно буду на это надеяться. Ну, а мы... Ой, а что это такое? Тут интересное, зеленое. Никогда не обращала на это внимания, слушайте. Слушайте, прикольно. А что это такое? Ладно. В общем-то, да, мы ждем ночи, потому что будут взрослеть у нас Ракель и Беатрис. Посмотрим с вами, какими они у нас подрастут. Вот, мне очень интересно. Да, конечно же, с вами сходим в касс. И уже на этом точно будем заканчивать эту серию. А в следующей серии уже будут рабочие дни нашей Алисы, получается. Да, уже будет суббота. И узнаем с вами, за субботу и воскресенье получим мы повышение или нет. Так, зайчик, ложись спать. Вот, слышите? Слышите? Какая вообще, какой ужас. Какая стремота. Просто капец. Особенно, когда, знаете, эти звуки детской шкатулки, слушайте. Мало того, что у нас и так как бы дом с призраками, да, вообще непонятно, что творится. Так еще и это. Так еще и всякие монстры с жуткие звуки издают. Кстати, а почему тут не горит свет? Я хотела спросить. Это же свечи. Подождите. Это же свечи. Они же должны гореть, по идее. Или я чего-то недопонимаю. Ладно. Хорошо. Допустим. Допустим. Что-то странное происходит. На первом этаже горит. А на втором и третьем нет. Хотя до этого всегда был свет, если я не ошибаюсь. Слушайте, это странно. Ну, ладно. Ладно. Опустим этот момент. Так, ребят, я снова включаюсь, потому что тут у меня просто весь дом подорвался. Как вы можете заметить, они что-то испугались. Я так полагаю, что я только что слышала какой-то женский голос. Матерь Божья! Какой кошмар! Слушайте, у нас же даже дверей тут нету. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы даже никак не сможем убрать эту куклу, потому что у нас нет дверей здесь. Надо будет в воскресенье, значит, двери прикупить. Господи Божья! Какой кошмар! У меня мурашки по коже, ребят. И тут мне придется играть как минимум, как минимум до третьего поколения. До того, как наши дети будут иметь своих детей. А точнее Рэндалл, да? Потому что я его мячу в наследники. И мне надо будет с этим играть. Просто кошмар какой-то. Я так полагаю, что это вот это вот, да? Это ты. Ой, боже, сколько модлетов испуга! Вы просто посмотрите! Ой, что это было! Жуткий голос! Ракель знала, что здесь водятся призраки, но побороть страх не всегда удается. Боится чудовище! Мороз по коже! Страшно до жути! Слушай, у меня тоже мороз по коже, поверь ты мне. Но давайте... Дети, дети, я вас прошу. Давайте мы будем дремать. Просто пожалуйста, я вас умоляю. Давайте, пока вы можете, давайте вы подремите. Вот, Рэндалл, ты как? Ты как, дорогой мой? Скажи, пожалуйста. Слушайте, ну конечно, блин. Жалко, что мы не сможем никак убрать эту куклу. Ну, в общем-то, ладно. Вот такие вот у нас дела творятся, ребята. Джулия, я так полагаю, тоже подорвалась, да? Ой, да, испугалась. Испугалась, моя бедняжечка, не бойся. Все, ложись спать. Алиса, ты... А, Алиса, кстати, у нас выспалась. Отлично. Алиса может у нас, значит, все, поднимать свои нужды и после этого отправляться к грушам. Я думаю, вот так будет правильно. Ой, кошмарики. Ой, кошмарики, девочки. Девочки, мальчики, не бойтесь. Поверьте мне, я сама боюсь. Грусть пока что перебивает. Знаете, вот эта грусть, она действительно очень сильно мне помогает прямо сейчас. Очень сильно нас спасает, вот правда. Да, что мы будем делать без грусти, я даже не представляю. Если честно... Здравствуйте. Кэролан Хиггинс. Ну, это у нас просто, да, за счет того, что черта участка жуткий, то... Ну, вернее, испытания, да, на участке. Так, ну, вроде больше ничего у нас нету, никаких сюрпризов. Хоть бы какао у нас не перепугалось, я вот думаю, это и всякой жути. Знаете, бедное животное сейчас еще откажется на молоко давать. Это будет, конечно, это будет, конечно, вообще очень весело. Только посмотрите, какая красота. Пыльный кролик разъяренный, монстр под кроватью, призрак и сакральный воск. Вернее, потусторонний воск. Так, изготовить сакральный свечи. Мы не имеем права продать коллекционеру диковинок, конечно же, мы тоже не имеем права положить в багаж. Не знаю, имеем ли мы право это делать, либо вообще это все как бы не трогать. Да, я уже начала поднимать девчонок, потому что буквально сейчас уже они должны у меня взрослеть. Вот уже буквально вот-вот-вот. Вот, да, поэтому сейчас будем их приводить в порядок и вообще... Так, дорогой мой человек, дорогой мой человек, скажи мне, пожалуйста, ты домашку сделал? Я точно помню, что... Ну, конечно же, нет. Ну, чтобы и Рэндалл, и сделал домашку, вот уже где противный, слушайте. Ну, вот недаром, да, недаром... Ой, ой, господи, как тебя ключит. Недаром противные черты характера достались, потому что, ну, противные же, пацаны. Так, Зая, что случилось? Тебя напугали, давай, пожалуйста, давай, пожалуйста, спать. Вот, Алиса у меня тут пылесосит, у нас начался новый день, суббота. После этого она будет, конечно же, у нас боксировать. Вот, и вот оно, вот оно, ребята, ребята, вот оно, взрослеют наши девчонки. И первой у нас взрослеет наша Ракель. Ракель, да, наконец-таки, и... Ой, слушайте, ей... Слушайте, мне кажется, или она так похожа на Алису, вы только на это посмотрите. У них еще прически похожи очень. Кстати, опять Ракель, у нас игра выдала очень даже хорошую прическу, мне нравится. Так, обалдеть. Слушайте, мне кажется, они очень сильно похожи, наверное, потому что они похожи на Маршалла, но вроде как у нас Ракель и Беатрис, они отличаются от Алисы, то есть они не полные копии Маршалла, ну, должны быть, да. Но, как я уже вижу здесь, они реально очень похожи. Так, и давайте, конечно же, мы сгенерируем жизненную цель для нашей Ракель сначала. Но вообще, я вижу, что Симочки красивы, и я вижу, что у нее тут чокер, да еще и необычно, а с шипами. Ну все, ну все, держитесь все. Итак, мечта взрослого у нашей Ракель, исключительный художник. Интересно, конечно, что-то на творчество ее потянуло. Да, исключительный художник. А вообще, напоминаю вам, что наша Ракель будет закрывать космонавта, космического рейджера. Вот, и что ж, давайте посмотрим, она у нас с обжора, кстати, да, и давайте посмотрим, чем ее наградит генератор в этот раз. Дружелюбная! Ну, лапочка, что я могу сказать? О, ну игра, конечно, принарядила тебя, принарядила тебя. А, мне показалось, что у нее перчатки, или у нее есть перчатки. Ладно, сейчас посмотрим. Смотрите, какая у нас наша Ракель с сережками, с чокером, да еще и в спальном наряде, да еще и с перчатками все-таки, да. А, боже мой, какая красота! Вы только на это посмотрите, и я обалдею. Давайте вот так вот ее сфоткаем на фоне вот этого вот. Какой кошмар! Ну да, она очень похожа на Алису, но все-таки отличается, потому что, видите, глаза Джулины. Глаза и губы Джулины, нос и овал лица Маршала, мне кажется. Поэтому за счет этого она, конечно, отличается. Слушайте, ну как она мне нравится, как мне нравится эта девочка, блин, очень красивая, мне кажется. Да вообще у нас девчонки хоть куда на самом деле. Итак, давайте сгенерируем теперь жизненную цель для нашей Беатрис. И Беатрис у нас будет Человек Эпохи Возрождения. Хорошая жизненная цель. Так, это у нас Знание. Знание Человек Эпохи Возрождения. Вот. Джеромчик, помню, у меня эту жизненную цель закрывала, нравится она мне. И Беатрис у нас будет закрывать, напоминаю вам, преступник начальства вообще. Да, она у нас такая девушка с характером. Давайте посмотрим, каким характером наградит ее игра. Что она думает по этому всему поводу. Инсайдер. Слушайте, девчонок наших пронесло, чего не скажешь, конечно, о пацанах. Вот. И опа-опа, давайте посмотрим на нашу Беатрис теперь. Смотрите, какая прическа у Беатрис. Обалдеть. Обалдеть. Ну да, по-моему, ребята, они близняшки. Я, конечно, не знаю. Они обе очень полненькие у нас. Ну, это, в принципе, это, к сожалению, не миновало всех наших детей. Но, слушайте, прическа классная. Ну, глаза это... Глаза это один в один Джулькины. Да. По цвету, конечно, нет. У Джулии они у нас красные. Вот. Но что касается разреза и даже, по-моему, ну, вообще полностью это Джулькины глаза. Да, да, губы тоже полностью Джулины. И овал лица, кстати. Кстати, овал лица это тоже, по-моему, Джулин. Слушай, Беатрис, у тебя такой бюст. Я прям завидую. Так, а чего я, собственно говоря, мучаюсь, если мы с вами можем пойти прямо сейчас в касс. И, собственно говоря, посмотреть на наших девчонок поближе. И уже решить, кто на кого похож. Но, блин, мне так нравится. Еще, знаете, получается, вот у них же цвет одинаковый волос, да? Но вот за счет этой прически у Беатрис как будто бы вообще не этот цвет волос, да? Как будто вообще не от Маршала. И как будто бы не такой же, как у Ракель и Алиса нашей. Ой, здорово, здорово. Ну все, ребята, встретимся с вами в кассе буквально через секундочку. Ну что, ребята, мы с вами в кассе. И давайте посмотрим на наших девчонок. Вот она, наша Ракель. Вот. И, кстати, у нее вообще, вот если сравнить с Алисой, да? Вы помните, что у Алисы у нас вообще подбородок такой очень вытянутый. Давайте, чтобы не быть голословной, я сейчас просто вам покажу. Вот. Посмотрите на этот подбородок. Ну да, они все-таки за счет глаз и губ, они вот отличаются. Носы у них как бы одинаковые, но глаза и губы решают, конечно. Вот. У Ракель, посмотрите, вообще такой необычный очень обвал лица. Но мне она нравится, да, конечно. Обеим нашим девчонкам, что Ракель, что Беатрис надо будет схуднуть. Но ничего. Груши я им прикуплю, все нормально. И, да, ну, я не знаю, как, ребята, близнецы, не близнецы. Наверное, да. Но мне кажется, что... Ну, брови у них, кстати, разные. В детстве, по-моему, у них даже брови были одинаковые. А сейчас... Хотя, не, наверное, у них одинаковые брови. Просто у Беатрисы зачелки не видно. Вот. В общем-то, да. По-моему... По-моему, они одинаковые. По-моему, они одинаковые, ребята. Но они, кстати, что интересно, такие смугленькие получились. Хотя у нас вообще не в кого. Так. Давайте посмотрим, какими нарядами их одарила игра. Опа. Ничего себе. Прям в сапогах. Прям такая в джинсиках. Беатрис, ничего себе ты даешь. Так. Тут у нас веселье, конечно, как всегда. Ну, да ладно. Опа. Опа. Посмотрите. Прям в этих... Прям с наушником, да? Да. Реально, с наушником. Слушайте, в шапочке такая все дела. Обалдеть можно. Обалдеть. Так. Ну, спальный костюм у меня, кстати, мне кажется, самый нормальный вообще из всех. Наряд для вечеринок. Ну, интересно, интересно. Прикольно. Так. Так, купальный костюм. Угу. Хорошо. Для жаркой погоды. Вау. Ничего себе. Какая девушка. Так. И для зимы. Ооо. Ёлки. Оверсайз рулит, да, Беатриса? Отлично. Так. И давайте посмотрим теперь на Ракель. Боже, я теперь Алису и Ракель путаю. У них прически похожи. Сами по себе похожи. Ну, конечно, Ракель наша отожгла снарядом. Рядом для того, чтобы спать, я считаю. Пижамный костюм у него просто что надо. Просто выше всяких похвал. Если вы слышите сзади какие-то шебуршания пакетами, то это моя собака. Ух ты. Ух ты. А откуда этот костюмчик? Слушай. А, это Загородная жизнь. Классный. Слушайте, мне кажется, очень подапик подходит. Согласитесь, прям, мне кажется, хорошо смотрится на ней. Ну, ладно, ладно. О-о-о-о. Кстати, почему моя игра наряжает их в какие-то вампирские наряды? Непонятно. Они же у меня не вампирки. Вообще. Что за ерунда? Не понимаю. Ну, да ладно. Так. Ну, спортивный костюм. Тут у нас все по-божески. В принципе, у трех девчонок одинаковые слитые костюмы вот эти получаются в полный рост. О-о-о. Ну, ничего так, ничего так, наряд для вечеринок. Да, мини-юбочка такая, заводная длина, зажигательная. Купальник хороший тоже мне нравится. Красиво смотрится. О-о-о. О-о-о. Ой, ну, слушайте, зато подходит под колорит Сулани, я так считаю, да? А кроссовочки очень даже похожи на те, в которых ходят, знаете, если в море там дно такое небезопасное, немягкое, а каменистое, например, то заставляют, ну, как заставляют, желательно, рекомендуют покупать такие специальные, как тапочки, да? Вот, мне кажется, похоже, похоже. Так что, в принципе, в принципе, игра постаралась как могла, я считаю, для нашего места проживания. И, боже, какая милота. Господи, боже, какая милота. Шапочка с котиком. Я считаю, что вот на этом моменте можно смело заканчивать нашу серию. Да, теперь у нас будет дома три тунеядца. Теперь настроить девчонок будут не ходить в школу. Буду их прокачивать, конечно же. Будем заниматься фитнесом. Буду прокачивать им навыки, нужные для их работ. И да, собственно, вот такие дела. Я думаю, что на этой ноте я буду уже с вами прощаться. Всем огромное спасибо за внимание. Спасибо за то время, которое мне уделили. Я думаю, что мы с вами увидимся совсем скоро. Так что не скучайте, не теряйте меня. Ну, а пока что, всем пока.